Асамалья Бухалакова, сегодня 6 февраля 2022 год. Я у тебя, Бекла Хаджиевич, выхожу в прямой эфир в связи с тем, что здесь идет давление на гражданскую активистку Муруа Искандирова. Сейчас она выходит в прямой эфир и будет объяснять. Оставьтесь. И хочу, чтобы наш народ жил в демократическом государстве. Идет давление на меня и мою семью. Мой сын, Сахамбаев Мержан, просил меня не поднимать шума, но я не могу молчать, я боюсь за него. Весной 2021 года с другом Ильей они открыли рекламное агентство. Оба вложили свои деньги и являлись соучредителями. Арендовали офис. И там же мой сын держал и печать. А ЕП записано на мою невестку, Сахамбаеву Айдану. Все у моего сына в бизнесе шло. Вначале все хорошо. Но 25 августа им назначили встречу напротив КНБ возле фонтана. Я в это время сидела 20 суток. Под видом клиентов пришли двое из КНБ. И первый вопрос у них был. Кем является тебе Мурва Искендирова? Мой сын ответил, мама. Они задали второй вопрос. Мурва Искендирова, нужно прекратить свою деятельность. Мой сын сказал, моя мама сама все знает. Расспросив потом после этого о работе, они показали, где работают сами. Но не представились. Эти двое сказали, что реклама такого характера. Слова КНБ напишут сами. А дети должны распространить красочно. И деньги приличные будут. За то, что в рекламе они будут восхвалять власть и порочить активистов. Мой сын отказался. А друг его, Илья, я фамилию не знаю, к сожалению, испугался. И это заметили КНБшники. 10 сентября я вышла из ВС. И в тот же день, когда пришел мой сын и все рассказал. К нему в этот день звонили из КНБ и сказали, что сегодня твоя мама выходит из СИЗО. Будет ли она продолжать выходить на митинги? Мой сын ответил, что ничего никому не собирается докладывать. При мне пришло смс, где было написано, что они знают, что он не один. И просили перезвонить попозже. Мой сын поменял свой номер. Я тогда уже хотела выйти в прямой эфир, но мой сын запретил. КНБ перестали звонить. Но в ноябре 2021 года к моему сыну начали звонить сразу три клиента, заказчика. Позвонили сыну и сказали, что Илья взял у них деньги под расписку на месяц под проценты. И, видимо, этот друг забрал печать моего сына. Потому что у них такой бизнес, они бы не смогли все время ездить вдвоем. И так как являлись соучредителями, они составляли... Кто был свободен, тот и составлял договор с новым клиентом. Сын доверял другу полностью, потому что они вместе выросли. И этот друг, не сказав, что взял деньги у клиентов, просто ушел и работает в другом агентстве. Мой сын не может понять, что случилось с ним. Сын лично поговорил с клиентами. И двое из заказчиков пошли ему навстречу. Сын бесплатно им делает рекламу. А Илья каждый месяц отдает им какие-то копейки. Рассчитывается. Но третий требует возврата. Угрожая моему сыну, говорят, что закопают его или еще что-то. Мой сын сказал, у нас нет такой суммы, поэтому можете подавать в суд. Но они якобы подали в суд, но это еще точно неизвестно. Потому что вчера, с 5 февраля вечером, моего сына вызвали из дома, чтобы поговорить, этот третий заказчик. И отобрали телефон. И просят у него 280 тысяч каждый месяц. Сегодня он должен был отдать 280. Но у нас нет таких денег. Я считаю, что это подстава КНБ, чтобы я замолчала. Вышли на моего сына через его друга. Напугали. Увидели, что он труслив. Надавили. А может быть, этот третий заказчик связан с КНБ. Мой сын честный, смелый. Он сам себя видит, что не доглядел, что доверял. Но и признает, что все вот эти проблемы начались после того, как произошла встреча с КНБ. Этот друг Илья с сентября месяца начал брать деньги у заказчиков. На месяц под проценты. А заказчики только позвонили через три месяца. В ноябре. Поэтому я считаю, что в этом виновата КНБ, чтобы я прекратила свою деятельность, чтобы на меня надавить, вышли на моего единственного сына. Поэтому я боюсь за его жизнь. Я боюсь за своего сына. Мой сын просил, чтобы я не поднимала шуму, но я не могу. Поэтому я без его разрешения, я вышла на этот эфир. Второй, это мой брат с 4 января вышел со мной на площадь. Он ходил рядом со мною, чтобы меня защитить, охранять от КНБшников. Боялся, что со мной что-то случится. Но в ту же ночь меня арестовали на 20 суток. А братишки на работу пришли к КНБшники. И попросили начальства, чтобы его уволили, потому что он является активистом. Хотя он простой рабочий. Он просто переживает за моё здоровье и за мою жизнь. Теперь начальству пришлось уволить моего брата. А мы вообще в основном жили за его счёт. Потому что он стабильно получал деньги. А сейчас он занимается колыном. Сегодня есть колын. И я обращаюсь к Европарламенту. Если человек выходит и говорит правду, эта власть, лже-власть, коррумпированная власть, вместе с КНБшниками, начинает давить на тебя самого, на активиста. И ещё на их семью. Они полностью заблокировали работу, полностью заблокировали все карты. Они хотят, чтобы мы остались изгоями. Поэтому я прошу, требую, чтобы Европарламент обратил внимание, что нарушаются права человека. Нарушаются права... У нас не концлагерь. У нас свободный должен быть Казахстан, демократический. А здесь, если ты говоришь правду, то и тебя, и твоего сына, и твоего брата и на всех начинают давить. Я считаю, что мой сын никаких денег не брал. Расписка не его. Пускай отвечает этот соучредитель, почему идёт давление на моего сына. Угрожают ему. Постоянно звонит каждый день. Он сейчас остался без телефона. На моего брата теперь не может найти работу. Ходит везде, куда бы он не устраивался, везде приходят к НБ-щики. Я требую прекратить гонение и преследование. То есть расписку писал друг его? А требуется твоего сына? А требуется моего сына. Вот запомните, видите, какая у нас несправедливость. Я надеюсь, что правда вассоржествует. Завершаем эфир. Оставьте моего сына и моих братьев, мою семью в покое. Всё.